и берите 5 самых главных 3 1 отлично он сказал что для него удивительно в россии нет такой практики на радио на сегодня время с 9 часов хотя бы 10 часов до полуночи на музыкальных каналах отдавать молодым музыкантам он говорит что вот наверное если бы так случилось музыкальная индустрия в россии она бы расцвела я хотела бы узнать ваше мнение на этот счет потому что с одной стороны вроде бы как кажется это здорово с другой стороны мне кажется что наш брат русский музыкант разленится абсолютно и не захочет вообще двигаться если вдруг это случится кажется что основная закономерность развития музыки заключается в том что артисты тем радостнее и интенсивнее творят чем больше они понимают и надеются что есть какой-то канал через которые их услышат я вам потрясен этим этой закономерностью несколько раз первый раз это случилось когда я возглавил радио максимум второй раз точно такая же история только в большем масштабе приключилась нашим радио огромное количество людей талантливых пытающихся как-то пробиться где-то бряцающих по струнам у себя в спальнях или в подвалах постепенно забивают на это потому что не понимают вообще как пробиться а тут вдруг появляется радиостанция или какая-то передача или какой-то телевизионный формат или там какой-нибудь интернет портал куда реально можно принести то что ты делаешь и попасть таким образом в эфир то есть быть услышанным вот чем больше таких промежутков в медиа пространстве которые позволяют музыканту каким-то образом быть услышанным тем плодотворнее для музыки я думаю что за последние там лет десять-пятнадцать из-за того что таких временных промежутков таких форматов таких порталов было минимально то есть их количество практически полностью сократилось мы потеряли огромное количество талантливых артистов которые просто устали ничего не добившись и пошли в менеджеры или в там sms smm консалтинг ну какую угодно херь в общем начали пить смузи и ходить на стрелку и все и в этом оказался смысл их жизни вот я все время думаю что человек человек видя надежду видя какой-то свет в конце тоннеля он от это его стимулирует к творчеству том же самом городе лос-анджелесе когда учился в колледже в пригороде лос-анджелеса в городе клеймонт это было такое помона колледж у нее была своя собственная радиостанция так и впервые так и впервые стал работать на радио значит там было студенческое радио которое было на чистоте называлась она кей спи си и ти и point 7 fm 88 7 значит все время 24 часа были заполнены отдельными авторскими шоу самых разных людей из этого колледжа то есть кто только там не вел вообще программа я туда пришел с коробкой пластинок из советского союза еще тогда и со своей виниловой коллекции сказал я хочу про россию рассказывать и вот эту музыку крутить несколько пожалуйста какой сегмент и вот давай вот в этот значит до меня там был прекрасный ямаец по имени forest вот с такими вот дредами он играл sky reggae вот такой был неспешный человек веселый и неспешный вот а после меня японка йосики играла японский спид метал короче вообще все что угодно и я был поражен тем что в лос-анжелесе существует вот этот нижний диапазон который под сотней то есть 100 и ниже 99 и 9 99 и 7 и так далее что вот эта часть спектра fm она отдана студенческим радиостанциям и там просто полная подвольница то есть как правило программные директора тех же лос-анжелеских станций они прислушивались к тому что играет на студенческих станциях чтобы выбирать себе какие-то альтернативные треки которые имеют какую-то перспективу в массовом восприятии вот у нас этого ни хера не случилось вообще потому что и к сожалению не случится потому что опять таки когда мир стал открытым и мы вдруг вынурнули из своего террариума и поняли что оказывается как бы там существует целый мир музыкальный вообще там существует столько всего интересного в этот же момент нашу страну захлестнула волна такого самого звериного примитивного капитализма который обозначает иди за массовой потребностью и будешь на коне поэтому те люди которые в основном управляют с тех пор нашими творческими средствами массовой информации они не привыкли париться они не привыкли каким-то образом искать новые таланты они не привыкли взрывать систему они не мыслят в том плане что если я сейчас чуть-чуть отступлюсь от шаблона то может быть я выиграю потому что они идут по проторенном по проторенной колее а музыкальном отношении проторенная колея в нашей стране это артисты голубого огонька которые вот как были здесь 30 лет назад как были здесь 20 лет назад так и ну прах от нас уже будет развеян на ветру а басков все еще будет петь в интернете я уверен только там я уверен что для человека который осуществить который ищет потребности быть услышанным и вот как говорит моя драгоценная подруга диана арбенина что петь нужно тогда когда не петь не можешь вот для таких людей важно быть услышанным и для этого существует опять-таки интернет то есть ты заявляешь о себе и даешь концерты в каком угодно клубе сначала на 10 человек потом на 20 человек потом на 30 человек а потом в конце года уже может быть и на сотню и вот популярность завоеванные вот таким вот настоящим искренним кровавым трудом она ценнее любой ротации эти люди тебя никогда не покинут вот и благо сейчас минуя рекорд лейблы минуя радио минуя телеканалы ты можешь напрямую все что нужно тебе поставить iphone сесть с гитары и спеть песню и на утро уже она у тебя в сети вот и дальше прислушаться к некоторым рекомендациям которые я отдал свои лекции вот и все вот путь к успеху вы обещали один вопрос до впервые большое вам спасибо что пригласили